Заместитель главы Анапы Валерий Королёв подчеркнул значимость рассматриваемых в повестке дня вопросов. Первым из них стало состояние работы по профилактике правонарушений в отношении лиц пожилого возраста. Эта категория граждан нередко становится жертвами мошенников. Сотрудники полиции делают всё возможное, чтобы подобных преступлений было как можно меньше. Участковые полномочиями полиции на верных административных участках регулярной основой осуществляется проведение профилактических бесед с гражданами, раздача визитов, служебных номеров, телефонов участковых у полномочий. Валерий Королёв поручил главам администрации сельских округов усилить работу по профилактике правонарушений в отношении пожилых людей, периодически навещать каждого из них и оказывать всю необходимую помощь. Это же относится и к руководителям органов ТОС. Второй вопрос на повестке дня – работа городских народных дружин. Только с начала года было проведено 152 рейда и выявлено 184 подростка, которые в ночное время находились на улице города ночью без сопровождения взрослых. Также народными дружинниками в ходе реализации детского закона посещено на дому 105 неблагополучных семей и 580 несовершеннолетних детей, состоящих, например, в профилактическом учёте. Проведено 1125 разъяснительных бесед несовершеннолетними и их родителями. В завершении заседания были отмечены лучшие народные дружины по итогам работы за 2018 год. На первом месте казачья дружина, которая получила переходящий в импел, диплом и денежную премию. На втором – АО «Коммунальщик». Бронза у местного отделения ДОСАФ России. Руслан Душевский. Анапа. Регион.